Всем привет! Вы знаете, что в Ижевске прошел чемпионат России по БМХ-крестайлу. И сегодня у нас в гостях на проекте «Люди мира» два классных, молодых, красивых Ирики Даша, чемпионы, которые сегодня в очередной раз одержали победы. Мы приветствуем вас, спасибо, что приехали, спасибо, что вообще в Ижевск. И вообще, как в Ижевск, какие первые ощущения? Я знаю, что вы здесь неделю обитаете у нас, исследуете общественные пространства, город, спортивные площадки. Что скажете в двух словах? Спасибо большое. Не знаю, очень приятно. Мы по большей части находились в сети парке, в скейт-парке. Не знаю, ну каждый день туда приходишь, и я уже в сотый раз повторю, просто сотни и сотни детей с горящих глазами. Ну круто, а мы, конечно, грандовы летаем. Знаешь, когда мы построили этот объект два года назад, мы не ожидали, то есть мы не знали, что есть столько желающих заниматься подобным видом спорта. И когда увидели, что туда поток пошел людей, а когда новое строишь, вообще не понимаешь никогда, что будет происходить. Придут, не придут, интересно, не интересно. И получилось так, что это выстрелы, и реально пошли, пошли, стали заниматься. Поэтому у нас велоспорт тоже развивается, и много ребят с разными дисциплинами. Ну, у нас познакомились с ужевскими ребятами, участвовали у вас? Немного, да, да, да. Очень приятно общаться с ужевскими ребятами, потому что они безумно какие-то добрые, отзывчивые, и действительно, как Иль говорит, с горящими глазами, и прям очень-очень приятно проводить с ними время, и ты понимаешь, что все как-то по-доброму относятся. Наша заняла второе место сегодня у нас, да, в чемпионате России, в своей дисциплине. Там дисциплина называется, что-то с парком связано. Парк. Да, парк называется. BMX Freestyle парк. А у Ирика получается просто BMX Freestyle. Не, не, парк. А, тоже парк. Да, 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 разные дисциплины. У Ирика первое место заняла. У тебя уже не первое место, ты же выступаешь уже на международном уровне. Да. Какие последние события спортивные были? Ну, уже в прошлом, получается, году, да? Да, у нас проходили кубки мира, чемпионаты мира, какие-то коммерческие соревнования. Куча всего интересного. А в прошлом году ты был у нас в Ужевске? Да, на С1. Здесь, кстати, провели первое в России международное соревнование официальное С1. Тоже выиграл. Мне подарили пневматическую винтовку. В Ужевске? Да, просто постреляли чуть-чуть. Да, так что я вообще в Ужевске уже третий раз. Каждый раз приятно приезжать. Просто из-за этой атмосферы, которая пакет. Классно у вас площадка получилась, да? У вас? Да. Вы видели результаты? Да, в прошлом году, получается, мы проводили мировую серию с рэдбулом. А, да. На которой я тоже участвовал, да? Я не участвовал. А, Памтрек там был, да. Там дисциплина не твоя, да? Не моя, да. Ну, тем не менее, то есть два чемпионата России там. И вот в этом году мы продолжили. Самое сложное было выйти из этой пандемии, чтобы начать вот такую движуху. Потому что движуха у нас здесь спортивная, тут культурная, тут развлекательная. И везде все у нас парки, все в площадках вот в таком темпе. Ну, люди устали, они хотят уже куда-то выйти. Вы большие молодцы. Я слышал, здесь не только чемпионат России, здесь куча всего проводилась. Много. Ну, и в Удмурте территория спорта еще, поэтому вы сюда почаще приезжаете, на самом деле. Да, обязательно. Слушайте, ну, а силы, откуда энергию берете? Это же все труды большие. Сколько вот занятий, сколько часов в день занимаешься? Всегда по-разному. Ну, я на BMX катаюсь с самого детства. С самого детства мне сейчас 22. Катаюсь я на велосипеде 11-12 лет. Не знаю, откуда силы. Наверное, большая любовь к этому виду спорта. Не знаю, просто приятно на велосипеде. Эти ощущения, ну, непередаваемые сейчас. Ощущение кататься или чемпионом быть? Катать на чемпионство, это так. Это отдельная история. Скорее второстепенно, потому что на велосипеде ощущаешь, наверное, какие-то сверхспособности. Перемещаешься намного быстрее. Ты видишь, не знаю, больше возможностей. Я себя на велосипеде чувствую максимально, намного более комфортно, чем на ногах, что не странно. Понятно. Ну да, любовь к этому виду спорта. Ну и труды, труды. Потому что мы же понимаем все. Видите, труды, что очень важно, они в кайф. Это очень приятно. Да, и я, ну, невероятно, мне невероятно повезло. Вот очень хочется вдохновить всех наших друзей, всех наших подписчиков на то, чтобы они вот брали и делали. И вот здесь каждый день у нас такие крутые люди, которые дают такой позитив. И кто-то вот с той стороны смотрит и говорит, слушай, ну, действительно же возможно. Все же возможно, да? Да, все очень точно возможно, потому что я начала кататься на велике год, наверное, назад. Ну, ты на Ирику, наверное, посмотрела? Нет, мне давно хотелось, у меня просто была травма, и я за травму не могла этого сделать. И когда была возможность начать, я такая говорю, Ирик, я хочу. И он такой, ну, ты напиши своему врачу, если он разрешит, тогда едем за защитой. И вот я написала врачу, он говорит, все, можно? Я говорю, поехали. И так получилось, потому что мне давно хотелось, но я просто не могла. И сейчас я понимаю, что это прямо очень сильно заряжает, и мне очень это нравится. И действительно хочется, хочется это делать. Это тоже профессионально получается это делаешь уже, или это любительская история? Раз в недельку позаниматься немножко, или это... Я постоянно меняю свое мнение. У меня то, 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 то я такая, Ирик, я буду любительский. Нет, и мне не нужны соревнования, ничего. А потом такая, так, соревнования нужно, нужно, нужно. Так, поехали заранее, все, я каждый день катаюсь. Так, не мешай, помоги мне вот это надо делать. Женщина. Да, весы и девушки. Так что, да, хочется, между тем, всегда меняю все. Молодцы, следующие какие победы? Ирик, куда едем? Где болеть за тебя? Ой, какие. Да, пока что непонятно с этой пандемией до конца. Но следующий год очень важный. У нас перенесли Олимпийские игры на 21-й год. Вот, и все силы буду вкладывать в то, чтобы максимально круто выступить. Ну, то есть готовимся на Олимпиаду сейчас? Да, да, да. Отбор приостановили пока что. В 20-м году я должен был съездить уже на Олимпиаду и выступить там. Но, по понятным всем причинам этого не получилось сделать. На Олимпиаду едет всего 9 человек. 9 мужчин, 9 женщин. И, да, левел там просто запредельный. Я очень рад, что БМК стал Олимпийским в этом спорте. Сейчас больше народу он увидит спорт. Потому что он по-настоящему интересный, зрелищный. И, да, я думаю, за ним... У него большое, большое будущее. Здорово. А какие-то соревнования локальные, Европа, Америка, везде получается? Все мониторишь и от сборной России ты уже куда? От сборной России самостоятельно. Я говорю, у нас спорт довольно-таки молодой. И сейчас появилась сборная. Сейчас появилась Олимпиада. Раньше ничего этого не было до 17-го года. Ну, это понятно. Но мы также ездили по всему миру. То есть у нас коммерческие соревнования очень крупные. Слышали по-любому. Иксгеймс. Да. В Баймэксинге всегда была довольно-таки большая... Короче, да, он всегда был. Много ребят увлечено в этот спорт? Слушайте, ну... Я думаю, по всему миру миллионы. Мне кажется, очень много. Что ребятам пожелаем доброго такого? Позитивного. Сбодрите. Главное, не как-то не сдаваться, кайфовать от того, что вы делаете. Это вот самое главное. Получать кайф и удовольствие. Это очень важно. И просто делайте главное. Не останавливайтесь. Нет. Поддерживайте. Вам, чтобы все было в удовольствии. Не так важны результаты. Не так важен фидбэк. Если вам это нравится, просто наслаждайтесь максимально. Наслаждайтесь и делайте. Как они молодцы. Спасибо вам. Красавчики. У нас тут так красиво. Очень красиво. Да, я посматривала, пока разговаривал на этом. Очень красиво. Я не знаю, с такой солнце... Саш, как получилось у нас съемка? Я не знаю, с такой солнцем.